Встреча с Азербайджаном 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 подписанном 10 ноября, у них было время, где-то дней 20, за это время они сжигали дома, которые не они построили, а в которые они незаконно вселились, вырубали леса, уничтожали всю инфраструктуру. В Лачинском и Кельвачянском районах было более 10 гидроэлектростанций. Все они разрушены. То есть варварство, другого слова просто найти невозможно перед глазами всего мира. И также, когда Азербайджан вернул оккупированной территории, сегодня туда совершают визиты представители международных организаций, посольств, журналисты, и видят все своими глазами. Это невиданный вандализм, варварство, как будто бы племя дикарей прошлось по этим территориям. Что касается города Шуши, то в каком он состоянии сейчас, не может никого оставить равнодушным, потому что это жемчужина Кавказа, это уникальный, неповторимый город, думаю, не только в нашем регионе, но и в мире, полностью в запустенении. Мечети разрушены, памятники истории культуры также. Мавзолей Вагифа разрушен, надгробная плита сломана, барельеф Вагифа сломан, Бюст уничтожен, дворец Натаван разрушен, дом Бюль-Бюля практически в полуразрушенном состоянии, а дома Узерга Джибейли уже нет, остались только стены. Это варварство, это культурный геноцид, и этому нет никакого оправдания. Война закончилась, Азербайджан одержал победу, но мы никогда не забудем этого, и никогда не должны забыть. Поэтому, по моему указанию, когда будут восстановлены все наши города и деревни, мы оставим в каждом городе, наверное, квартал или, может быть, большую территорию, такой, какой оставили оккупанты, с тем, чтобы никогда азербайджанский народ этого не забывал, и чтобы следующее поколение всегда помнили, что мы должны беречь свою землю и полагаться только на свои силы. Мы, конечно же, восстановим все разрушенное на оккупированных территориях. Процесс восстановления начался. Я думаю, что в ближайшее время первые шаги, которые мы сделали, будут уже видны. Программа большого возвращения готовится. И, думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города. Хотел бы выразить благодарность вам, уважаемый генеральный секретарь, также руководителю Тюрксоя за поддержку во время войны и после. Неоднократно генеральный секретарь Тюркского совета выступал с заявлениями во время войны. И в самом начале, буквально на следующий день, вы сделали заявление в поддержку Азербайджана, в поддержку территориальной целостности, суверенитета, нерушимости границ нашей страны, а также заявление о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это был практически второй день войны. В 20-х числах октября вы сделали заявление, осуждающие бомбардировку баллистическими ракетами города Гянджи, выразили соболезнования азербайджанскому народу. Также в конце октября вы выступили с заявлением о необходимости урегулирования конфликта в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, а также говорили о нарушении армянской стороной Женевских конвенций. Вы обратились ко мне с письмом. В начале ноября, 2-го числа, мы с вами в Баку встретились. И еще раз вы выразили поддержку Азербайджану. В течение 44 дней, 4 раза было сделано официальное заявление от имени генерального секторя Тюркского Совета. Мы это очень высоко ценим, а также то, что вы сейчас находитесь в Азербайджане, что вы посетили освобожденные территории и увидели своими глазами то, о чем слышали и то, что, наверное, частично видели по телевизору. Поэтому я хотел бы выразить вам благодарность от имени всего азербайджанского народа. Тюркский Совет – это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны. Мы также благодарны другим организациям и Организации Исламского Сотрудничества и Движению Присоединения. Благодарны странам, которые поддержали нас в это время. Потому что моральная и политическая поддержка в такое трудное время, конечно же, очень много значит для нашего народа и для того, чтобы весь мир еще больше узнал правду о том, что происходило. Одним из результатов нашей победы стало то, что сегодня уже ни у кого нет сомнений о том, в чем была причина войны в начале 90-х годов, в чем были результаты оккупации, что оккупанты натворили на оккупированных территориях. Поэтому как международное право, как историческая справедливость принадлежности Карабаха-Азербайджану, так и сегодня уже воочию увиденное международными средствами массовой информации, международными организациями, еще раз подтверждает нашу правоту, которую мы доказывали на протяжении 30 лет и в конечном итоге доказали силой оружия на поле боя, изгнав оккупантов с наших священных земель. Я еще раз выражаю вам глубокую благодарность. Я рассчитываю на активное взаимодействие в период восстановления освобожденных территорий с братскими странами. Я уже говорил об этом, что в первую очередь мы, и не только в первую очередь, а вообще, мы будем привлекать только компаний из дружественных стран. Таких в мире большинство, но среди них, конечно, есть страны, те, которые активно поддерживали Азербайджан в период войны и после. Поэтому, думаю, что в рамках Тюркского совета, естественно, эта тема будет обсуждаться, и мы будем анализировать произошедшее и строить планы на будущее. Но уже с уверенностью могу сказать, что процесс восстановления территорий будет также поддержан нашими братскими странами. И, конечно же, я рассчитываю на уверенно активную поддержку Тюрксоя в восстановлении наших исторических культурных памятников. Потому что на освобожденных территориях было разрушено около 70 мечетей, разграблены музеи, уничтожена вся социальная инфраструктура. Ну, в Агдаме вы, наверное, видели оставшуюся стену драматического театра. Просто, видимо, устали разрушать. У нас просто, наверное, сил не хватило дальше. Поэтому доведение до мировой общественности, вот, варварств, оккупационных сил, именно в плане разрушения нашего культурного и исторического наследия, думаю, также будет в центре внимания Тюрксоя, ровно как и помощь нам в плане восстановления наших исторических культурных памятников. Этот процесс уже начался. Что касается Агдамской мечети, уже привлечены специалисты. Также после посещения Шуши несколько дней назад мной были даны указания для начала работы по восстановлению наших религиозных памятников. Активную роль в этом будет играть фонд Гейдар-Алиева. Также даны инструкции по восстановлению мавзолея Вагифа. Я дал инструкции восстановить его в этом году. Мы планируем провести, восстановить дни поэзии Вагифа в этом году. Провести фестиваль Хары-Бюль-Бюль в этом году. И не случайно мной Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Думаю, что Шуша после восстановления с ее природой, ландшафом, историей, историческим памятником может по праву стать культурной столицей всего региона. И, конечно же, рассчитываю, что в следующий ваш визит вы посетите Шушу. Сейчас мы уже строим туда дорогу. И в ближайшее время в этом году будет открыт международный аэропорт. Так что Шуша увидит еще много-много международных мероприятий. Будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории. Еще раз выражаю вам благодарность. Спасибо за поддержку и желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...